всем привет дорогие друзья всем привет как вы думаете где мы находимся как вы думаете где мы находимся даем опять минут 5 секунд 5 секунд ну и конечно же я думаю что вы поняли мы находимся на крыше нашего дома нашего турецкого дома сейчас я вам покажу как выглядят стандартно крыши но в принципе всех всех турецких домов но по крайней мере старых домов на крыше конечно же есть тарелки телевизионные и конечно же каждой квартире подключены вот такие вот солнечные батареи и бочки с водой если например во всем городе нет воды у нас вода есть почему потому что она приходит к нам из бочки и кстати дорогие друзья у нас дома нет даже нагревателя воды потому что и зимой и летом летом очень горячая вода и зимой тоже горячего да поэтому мы даже не платим за электричество вот видите здесь кто-то даже сделал такую сарайку не видно отсюда выращивают там какие-то растения свою бочку мы не нашли на мой кстати недавно меняли но вот таким вот образом выйдет выглядит крыша турецкого дома посмотрите везде везде на всех домах есть вот такие вот бочки и если посмотреть крыши дома то наша улица выглядит вот таким вот образом и посмотрите везде на домах стоят бочки поэтому если вы будете арендовать квартиру смотрите везде везде бочки обязательно берите с бочкой будете платить меньше за электричество ну а сейчас немножко распогодилось но ночью будет просто невероятный ливень такого такого ливня я еще не видела сейчас мы идем гулять по алании хотим сходить в городской музей в котором мы еще ни разу не были и посидеть что-нибудь вкусненько покушать в общем прогуляться по улицам алании надеюсь вам понравилась наша крыша прогуляться идем по улицам алании и приглашаем вас вместе с нами несмотря на то что ночью был просто невероятный дождь посмотрите уже все высохло и никаких признаков непогоды но дождь как я говорила очень очень сильно ну а мы приехали привезли старую одежду вот в такой вот ящик в одном из наших видео вы уже видели такой ящик если у вас старая одежда одежда книги игрушки обувь вы можете принести ее сюда открыть вот этот ящик открыть вот этот вот ящичек положить туда и мэри алании все вот эти вот вещи потом пересмотрит ну конечно же желательно приносить вещи в хорошем виде посмотрит все эти вещи переберет и отдаст тем людям которые которые в этом нуждаются примерно раз в год мы с айханом сюда приносим и обувь и одежду футболки в общем все что нам не нужно но то что находится то что в хорошем состоянии еще может быть использована другими людьми а вот так вот выглядят пятничный рынок когда здесь нет рынка здесь парковка как вы видите совсем все по-другому ну а мы едем кушать в одно уютное место где три блюда три блюда например салат рис и фасоль стоит всего 10 всегда каждый день там свежая вкусная еда давайте посмотрим что же у них есть сегодня в меню потому что очень уж мы проголодались ну что друзья приехали мы вот такой вот классный ресторан называется аж чем ресторан находится он в центре алании за четырем недалеко от птт и цены здесь просто фантастически и всегда свежая кухня всегда свежие да здесь вот в таком вот стиле все выполнено и сейчас я вам расскажу про цены здесь так называемый турецкий сул и меклер сколько стоит здесь меню например если вы берете рис фасоль нут рядом можно взять салат или йогурт это стоит всего 8 лир можно взять рис какое-то мясное блюдо мясо или курицу и рядом салат и стоит это всего 10 лир а еще здесь есть вот такие вот дюрю май хан ай хан сказал что очень вкусно вкусно вот такие видите с салатом кетчуп майонез курица и картошечка нам принесли наш заказ сегодня как я уже говорила мы едем рис я ем фасоль джаджик ай хан ест нут но вместо джаджика можно взять либо йогурт либо еще салат и вот это вот все конечно же еще хлеб стоит друзья всего 8 лир ну можно просто объезд а следующий раз мы попробуем мясные блюда вместо вот этого можно взять либо мясо либо курицу и стоит это 10 лир и еще здесь дюрю май хан сказал что я вам уже показала вот они за мной что здесь самые вкусные практически одни из самых вкусных дюрюмов в Аланье так что на ближайшие два воскресенья у нас еще есть план прийти сюда вкусно ну сейчас я тоже попробую джаджик кстати здесь просто обалденный берем вот так вот немножко фасоли друзья это что-то невероятное а джаджик а джаджик просто здесь самый вкусный джаджик делают который я только ела в турции поэтому если вы будете в Аланье обязательно приходите в этот ресторан я оставлю ссылку в описании точнее ссылку на карте google если вы кушаете приятного аппетита но мы сейчас кушаем и потом поедем музей посмотрим открыт он или нет мы поели просто мы поели просто очень вкусно и и друзья еще раз вам скажу что на 8 лир были очень большие хорошие порции кстати что какой плюс у этого ресторана в том что еду готовят каждый день потому что очень большая проходимость народ приходит кушать еда постоянно заканчивается и постоянно готовят свежую поэтому обязательно приходите в этот ресторанчик солнце уже садится но сегодня тепло кстати погода в Аланье постепенно опускается сегодня например днем уже 20 градусов а ночью порядка сколько я смотрела 11 градусов но и постепенно ближе уже к январю дневная температура опустится до 11-15 градусов а потом уже в середине февраля марте начнет постепенно подниматься поэтому у нас всего есть два месяца чтобы померзнуть ну и как я вам уже сказал сейчас мы едем в музей я надеюсь что он открыт посмотрим что там есть интересного мы приехали в музей но в воскресенье музей закрыт обычно музей закрыт в понедельник и смотрите если вы захотите прийти в этот музей он открыт с 8 30 до 5 понедельник пятницу в субботу с 8 30 до 17 00 ну а сам музей выглядит вот так называется он городской музей Аланье очень красивый отреставрированный дом был лимонный? это лимонный смотрите какое красивое лимонное дерево и дерево с мандаринами в общем здесь есть много чего интересного посмотреть да и сам дом такой очень красивый поэтому если вы захотите я оставлю ссылку в описании обязательно приходите к сожалению музей был закрыт и других мест к сожалению не осталось для посещения в Аланье ну точнее они остались но у нас кончается зарядка на мопеде поэтому мы сейчас едем в центр попить кофе ну и до того как мы туда приедем я хочу вам показать просто улицы Аланьи не центральной и центральной ну в общем смотрите как выглядят улицы Аланьи в ноябре и что здесь есть интересного я хочу вам показать что он будет вот я если вы хотели помню вот я не знаю вот я звоню и вот я вот я вот я Продолжение следует... 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 Пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!